Друзья, всем привет! Community First снова на связи. Перед тем, как вы посмотрите новый выпуск, я хотел бы попросить вас о небольшом одолжении. Community First это такая себе огромная инициатива, огромная, большая, движущаяся машина, которая нуждается в топливе, как и каждая машина. Поэтому я бы хотелось попросить, если вам интересно то, что здесь происходит, если вам интересно смотреть такие видеоролики, поддержите этот проект, расскажите о нем друзьям, поделитесь в любой социальной сети, напишите комментарий, обратитесь ко мне, дайте какой-нибудь ответ на все это дело. Опять же, 24 часа истории в Инстаграме, всего лишь 24 часа, а для нашей машины Community First это огромный толчок вперед. Поэтому, если вас не затруднит, если у вас есть возможность, желание это сделать, поделиться этим видео с другими людьми, отмечайте, пожалуйста, меня и хэштег Community First. Благодарю вас за то, что вы здесь, за то, что смотрите. Приятного просмотра. Друзья, Community First на связи, встречайте наш сегодняшний спикер. Лиза Рябинина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Тиньке супер-пупер. Только что встретились. Здравствуй. Привет, Лиза. Здравствуй, Саша, как у тебя дела? Хорошо, у тебя как? Слушай, супер-пупер, в Тиньке вообще класс, да-да, Тиньке, да не обидеть, именно, именно. В общем, Лиза Рябинина, всем привет, вот она, собственной персоной, честно, вот от себя лично скажу, что очень рад, что именно ты сегодня здесь. Класс, спасибо тебе за приглашение. Что именно ты согласилась, спасибо тебе большое. Давай сразу приступим. Вот у нас такая, опять же, есть традиция небольшая в этих видеоработах. Скажи, пожалуйста, вот не буду тебя представлять, не буду говорить, кто ты, мне очень интересно узнать, вот как ты себя представляешь. Ты можешь представиться зрителям и сказать, кто ты, чем ты занимаешься? Ну, меня зовут Лиза Рябинина, в данный момент я танцую, в данный момент двигаюсь в музыку, можно так сказать. То есть сложно сказать, что я занимаюсь каким-то определенным стилем, просто хочется экспериментировать, пробовать какие-то новые вещи. В данный момент мне, раньше, допустим, мне очень много нравилось ставить свои хореографии, их же танцевать, а сейчас, допустим, мне больше нравится взаимодействовать с разными людьми. И чем незнакомее и чем страннее будут эти люди, тем мне как-то даже интереснее. Не знаю, не знаю, надо просто зайти на инстаграм, посмотреть, тогда, может, будет понятно, а так, я не знаю. Представление. Ну, да, 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 так очень сумбурно все звучит, но как-то... Вот на самом деле, это был мой второй вопрос, ты уже на него заскочила сразу, и я хотел спросить, может быть, немножко детальнее ты объяснишь. Ты не танцуешь определенный стиль какой-то? Да, стараюсь. Что ты танцуешь? Смотри, я когда-то была на танцевальных баттлах в Париже, и был какой-то парень, я его раньше не знала, я спросила, скажи, что ты танцуешь? Я сказал, I just like to move into music, мне просто нравится двигаться в музыку. И потом, когда он танцевал на баттлах, он, конечно, просто всех взорвал. И я поняла, что, возможно, в этом и есть, наверное, самое лучшее, что может быть, это просто двигаться в музыку. Потому что стили, это, наверное, рамка, потому что я, на самом деле, мало знаю танцевальных стилей. В том смысле, что если не попросить показать базу паппинга, я покажу три движения, а в базе хип-хопа может два. Типа, знаешь, крис-кросс и шамрак, и на этом все закончится. Не знаю, в конце концов, это всего лишь танцы, и всем вообще все равно, что и как ты делаешь, и надо просто получать это удовольствие. Ну вот, у тебя всегда было такое мнение, или ты с чего-то все-таки же начиналась, с какого-то стиля? Да, слушай, я вообще танцевала дома на ютубе, смотрела миллионы разных туториалов, и мне нравились много разных вещей. Мне нравилась урбан хореография, это однозначно, и мне всегда нравился фельдбич, биппи, все, что было связано с этой темой. Это всегда были такие два разных поля, которые были интересны, потому что я, когда начала My Way преподавать, у меня была группа и по флексингу, и была группа потом по хореографии. И то есть это тоже две совершенно разные вещи, которые сложно вообразить вместе, но как-то так оно вот произошло. Когда я уже просто My Way танцевала, у меня тоже был микс, я ходила на крамп, конечно же, ходила на крамп, и ходила к Денису Стульникову к линдерской, и там и там мне нравилось, а потом и ходила на паппинг, и там мне нравилось. И ты просто после занятия там у Лилии идешь на крамп, после крампа идешь на паппинг. И как оно все просто, мне кажется, смешалось у меня в голове, знаешь, как суп именно вышло, вот как крошка, вот думайся, кефир с колбасой, ведь это же гадость на самом деле, да, вообще не связано, а ешь, и вроде бы вкусно, и вот то же самое, наверное, произошло как-то у меня в голове, какие-то непонятные вещи сошлись в одно, и вот оно произошло, наверное. Вот честно, вот я действительно, когда пригласил именно тебя, чтобы мы пообщались вместе, я начал думать вообще, кто такая Лиза Рябинина, почему она такой стала, как пришла к такому, вот как ты сейчас выглядишь, как ты сейчас двигаешься, танцуешь, наполняешь это все дело. И вот мне очень стало интересно, вот именно вот эта вот твоя дорожка, знаешь, типа ты пошла, ты как, там, допустим, крамп, ой, нет, ничего, да, 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 там, джаз-фанк, вроде что-то взяла, бум-бум-бум-бум, и как-то вот ты сформировала себя, знаешь, как изгиб. Ну, кстати, хорошо ты сейчас показала, на самом деле, походу, так и было, потому что я занималась паппингом, мне нравился паппинг, но меня жестко не нравилась музыка, так, ушла, там, потом, мне нравился крамп, как, типа, вот, танцы, вот эти все, все их неизоляции, но мне совершенно не нравилась энергия, потому что, мне кажется, она не подходит к моему характеру, вот это все, я так, ну, сворачивала, вот так, оно, походу, и шло вот этим отбиванием. А какой у тебя характер? Слушай, добрый, я не знаю, наверное, может, мне нравится спокойно, потому что я всегда нервничаю очень часто, я всегда стараюсь себя успокоить, и в танце всегда стараюсь спокойно презентовать. А можно сказать, что в танце ты чувствуешь себя немножечко умиротвореннее, спокойнее? Чем в жизни, думаю, да, однозначно, думаю, да, 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 я в жизни очень часто нервничаю по пустякам, знаешь, это человек, который два раза поднимается домой, чтобы проверить, закрыла ли я квартиру, я, типа, нервничаю, что все, я не закрыла, я забыла, ла-ла-ла, а в танцах, наверное, хочется поспокойнее, ну, это такое, это может даже как защита, знаешь, всегда выходишь на сцену, волнительно, думаешь, я буду спокойно, все, и выходишь спокойно. Ты как-то сортируешь, следишь за Инстаграмом, то есть сегодня мне, или когда, конечно? Слушай, я знаю, есть люди, у которых есть график, у меня графика нет, но я знаю, что у меня хотя бы должен быть, ну, один пост или хотя бы одна фотография, если просто надо будет забросить, не, не в день, не в неделю, ну, то есть я всегда работаю над чем-то, над каким-то видео, но может быть так, что я могу месяц работать над Димой, надо же сильно будет месяц что-то кинуть, хотя бы одна фотография, пусть будет на заметку, я ее так брошу, и все, типа, что люди подумают, что я жива, да, типа, не умерла, ну, да, 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 то есть вот она ждет, и не, ну, у меня нет ничего такого, я раньше помню, еще три года назад у меня было такое, каждые два дня я должна что-то запостить, а сейчас у меня такое, неделя или десять дней, я ничего не делаю, ну, и ладно, ну, надо проще относиться, это всего лишь Инстаграм, и не надо, типа, от него зависеть, наверное. Тогда я не буду тебя спрашивать, важно ли в танцевальном мире, Инстаграм, кстати, а, нетворки, ну, вообще, да, на моей, к сожалению, важно, потому что раньше Инстаграм, это как социальная сеть, сейчас это больше как резюме, очень многие люди к нему так относятся, и это хорошо, и это хорошо, и неплохо, для кого-то Инстаграм просто место делиться, что, знаешь, типа, я сейчас на отдыхе, то есть тут разное позиционирование, просто я, на самом деле, не сильно хочу делиться какой-то частью своей жизни, знаешь, как бывает, люди снимают, там, фотографию еды, или что, вот, я пошла гулять, то есть я не снимаю фотографию, что я вышла на прогулку, ну, то есть мне неинтересно, да, мне это вообще не свойственно, то есть я не буду делать такие вещи, но есть люди, которые делают, типа, мы пошли гулять, и они делают, типа, там, бумеранг, что, вот, мы сделали, мы пошли гулять. Как ты к этим людям относишься? Хорошо, нормально, это прекрасно, я смотрю их неинстасторий сама, ну, то есть это нормально, просто это не свойственно, может, моему характеру, потому что у меня так сложилось, что мой Инстаграм больше как резюме немного, там мало шуток, там мало какого-то такой человечности, знаешь, типа, мой борщ, типа, я приготовила борщ, то есть такого нет, но, ну, не знаю, просто так вы, что разные люди по-разному относятся. Ну что, Лизка? Да. Погнали? Такие, знаешь, бытовые, попсовые. Попсовый вопрос, да. Попсовый вопрос, чисто, чтобы раз и навсегда оставить эту тему. За открытием, да, да, да. Галочка. Класс, класс. Фристайл или хореография? Окей, и то, и то, потому что, мне кажется, нельзя ставить хореографию без какого-то определенного фристайла, потому что все равно, знаешь, ты выбираешь движение на импровизации, да, то есть сегодня тебе захотелось это, а потом в какой-то момент это, и я думаю, что нельзя фристайлить без умения выучить и сделать хореографию, и это два совершенно равные для меня вещи. Самые хорошие фристайлилеры, самые лучшие могут поставить хороший синхрон и могут выучить хороший синхрон. Также самые хорошие хореографы могут пофристайлить, и мне будет за это стыдно, даже тот же Лайл Банега нормально фристайлит, нормально ставит. А ты можешь сказать именно вот в своем отношении, в процентном, допустим, сколько ты занимаешься больше, задействуешь фристайл, а сколько хореографии в своей жизни, в своем танцевальном? Слушай, раньше я столько ставила, я принципиально не хотела фристайлить, но сейчас, когда такое настроение, или может это лето, что мне лень ставить хореографию, я иногда просто включаю музыку и по фристайлю. Но я не занимаюсь фристайлом как профессионально, когда ребята, когда они ставят комбы, чтобы выносить комбу на баттлах, я таким не занимаюсь. То есть мой фристайл может выглядеть очень странно, знаешь, я могу просто лежать, или могу просто стоять, или типа вот так делать, и типа мне все равно, потому что я не на победу тренируюсь, а просто мне нравится песня, там, восточные сказки, зачем ты... И просто стоишь под это, да, и типа я и стоишь, и танцуешь, и вообще, ну, все равно. Но вот ты сказала, потому что лень, и ты фристайлишь, ну, понятное дело, что это не из-за лени, да? Может, настроение, но на самом деле все меняется, то есть сегодня я, может, танцую так, а завтра, может, захочется танцовать по-другому. То есть бывают у тебя и ленивые дни, когда танцы не хочется? Конечно, вот однозначно, слушай, очень много ленивых дней. Мне так же это стыдно, так много ленивых дней, что я вот сейчас вернулась в Киев, и у меня в голове только так, надо работать так, надо каждый день с кем-то тренироваться, что-то делать, потому что нельзя так много отдыхать. А как часто ты тренируешься? Слушай, знаешь, есть такие люди, которые говорят, я тренируюсь 2 часа в день, каждый день. Нет, я такими занимаюсь. Надо тренироваться немного, а надо тренироваться умно. И я считаю, что нельзя заставлять тебя тренироваться, потому что это убивает вдохновение. Когда ты приходишь в фристайли, потому что тебе нужно готовиться к баттлу, ты заставляешь себя, это просто... Я знала таких людей, которые исчезли, которые говорили, мы каждый день тренируемся, а потом я даже не знаю, чем они сейчас занимаются в этой жизни. Поэтому просто когда тебе удобно, когда хочешь. Желание. Да, желание. Ну вот я еще заметила, что очень важно делать воркаут хотя бы, какой-то маленький, просто чтобы мышцы были готовы, когда у тебя будет вдохновение, чтобы они были готовы это все показать. Это как заряженный пистолет в кабуре. Он пригодится рано или позже. Когда-то, да-да-да-да-да-да. Ого, ого, ого. Хорошо, Лизка, тогда следующий вопрос. Скажи, пожалуйста. О, кстати, это был и вопрос от людей. И он так совпал с моим. Как Лиза попала в IME? Очень многих. Слушай, это удача. Это такая удача и ничего больше удачи на самом деле. Но если просто по последовательности событий говорить, то с Филиппом я была косвенно знакома. Он давал мастер-классы в Киеве. И я была на этих мастер-классах. И мне кажется, он просто запомнил меня, потому что я могла повторить его синхрон. Он лидер команды, правильно? Да, он лидер, да-да-да-да-да-да-да. И я могла повторить его синхрон. И плюс я делала проворачивание. И плюс я делала таттинг. И могла повторить синхрон. И это как бы уже, знаешь, типа... Странновато немного. И мне кажется, он просто запомнил меня относительно. Но я никогда с ним не общалась ни близко. У меня никогда с ним не было общих шуток. А потом я просто скинула ему пару своих видео, которые я сделала. И он сказал, слушай, дай мне, типа, номер телефона на WhatsApp. Окей. Ну, это был, как бы, твой первый шаг? Ты скинула? Да, ну, то есть мы с ним общались. Он когда-то даже давал... Он когда-то даже был хореографом на Танцюй-Пси. И он мне написал, типа, не хочешь, типа, быть моим ассистентом. Как раз здесь, да? Да-да-да, не хочешь, типа, быть ассистентом. Но, конечно же, я на Facebook тогда редко сидела. Мы все сидели в ВКонтакте тогда. Я поздно прочитала, да, сообщение. И он переехал уже в Киев. И я смотрю от него сообщение. Он уже нашел другого ассистента. Я думаю, блин. Но я все равно, типа, с ним встретилась. Мы с ним там кофе попили, пообщались. Но, то есть ничего такого. А потом я уже ему скинула видео. Потому что думаю, блин, если меня ассистентом позвал, то почему мне не искренне тебе пару своих видео? А кто... Вот теперь очень важный вопрос максимальный. Да-да-да. А кто все-таки стал ассистентом Филиппа? А, слушай, какая-то девочка, которой он тоже познакомился в танцевальном лагере. Но она просто была... Сукриня. Да, она была сукриня. Она была просто как хореограф. То есть... Ну, то есть она не делала... Она даже паппинг не танцевала. То есть ничего такого. То есть ему просто нужно был человек, походу. Но он просто решил написать мне, чтобы... Может, не знаю, как-то переобщаться. Но там был другой человек. Но я не огорчаюсь по этому поводу. Все хорошо сложилось в конце. Может, если бы я была его ассистентом, он бы увидел, как я тогда танцую. И такой, типа, сори, Лиза. Не-не-не-не. Через пару лет может, но не сейчас. Так что, может, все сработало на руку. А так он увидел мое видео, потом... О, класс, класс. Ну вот, да. Он просто написал мне на WhatsApp. И я, конечно, не знала, что ответить. Типа, не хочешь... Он написал, не хочешь ты приехать в Америку и стать частью команды. И я не знала, что... Просто. Да, это American style. Типа, слушай, не хочешь приехать в Америку? Окей, да. Почему бы и нет? И мне надо было разбираться с визами. И мне отказали первый раз в визе. Я ему напишу, слушай, мне отказали в туристической визе. Он такой, как? Кто? В смысле? Ну, то есть для него это было... Ну, да, да, да. То есть, ну, им сложно понять визовые вопросы с Америкой. Поэтому, когда это произошло, он не понял смысла сообщения. Как тебе могли отказать в визе? А у нас же принято... Ну, у нас часто кому отказывают в американских визах. Я потом пришла, через две недели им дали. Я как бы рада. Спасибо им за это. Да, и поехала потом. Слушай, ну, как раз пока мы говорим про Филиппа... Как фамилия, кстати, правильно? Джбип. Джбип. Да. Я боялся всегда проговаривать именно это слово. Да, надо такая. Пока мы о нем говорим, быстренько чуть-чуть выдохнем и переключимся на нашу постоянную рубрику Лиза и Филипп. Ого, да-да. Покажу пару фоточек, просто прокомментируй. Я нашел его в твоем инстаграме. В моем инстаграме, да-да. Да, это был танцевальный лагерь. Это был... Какая странная фотография, у меня такое странное лицо. Да, это был лагерь в Крыму. Это я с ним встретилась тогда второй раз. По-моему, это что-то типа Майдэнс. Майдэнс, да-да-да. Я с ним встретилась второй раз, потому что до этого он давал классы от Майдэнса в Киеве, а потом приехал туда. То есть мы уже были типа относительно знакомы. И даже там на этих танцевальных вечеринках, понял, вечером мы уже тогда фристайлили. Я тогда типа он фристайлил, они все там фристайлили. Я тогда выходила такая, значит, руки поломала, там, сатинг сделала. Скилву. Да, и уходила типа, думаю, все-все. Ну, то есть мы не были тогда... Ну, то есть, на самом деле мы не сильно общались, но типа... На самом деле он туда гулял. Он тогда ходил ночью купаться, да-да-да. Он тогда молодой был парень, он ходил ночью после там вечеринок, знаешь, в море купаться. Кто-то его зазывал. В общем, он веселился, хорошо жил. Ну, да-да-да-да, для иностранных хореографов, когда все вокруг них ходят, да, и все пытаются споить хореографа, а иностранца. А девочки пытаются найти эту любовь к этой жизни. Еще и танцор. Еще и танцор, еще и американ, еще степ-ап, да-да-да, шаг вперед тогда вышел. И все такие, о боже, это он с шага вперед, да-да-да. А я просто стояла сбоку и думаю, окей. Давай тогда стрелочку вниз. Стрелочку вниз. Просто давай на клавиатуре. Окей, вот эту, да? Да, это, наверное... А, вот это и есть первая встреча. В Киеве. Да, в Киеве. Даже видно между второй и первой фотографией, как у него отрасли волосы. То есть это первая фотография, а это вторая. А что ты можешь сказать о своих волосах и вообще о себе? Слушай, мне кажется, я была худее немного. Ну, такой ребенок, слушай, ребенок. Мне кажется, я в школе тогда еще училась. Сколько тебе там, не помнишь? Если я скажу 17. 17, может быть, да, 17. То есть не, не, не 18. Ну, тогда вот он уже прям показывает этот знак. Ну, он всегда всем показывал знак. А видишь, что я типа не показываю, я типа говорю, класс, но... Еще не в коваде. Я так, да-да-да. Ну, тоже неловкая встреча была такая. Но я рада, что я вообще выучила асинхроны. Мало кто их выучивал. Но я рада, что я с этим справилась в этой жизни. Это сильная тема, да? Да, я тогда так напряглась в этой жизни. А, это уже третья встреча. Почти идеально. Почти, да-да-да. Это уже была третья встреча. Я знала, что он приезжает. И как-то Леон мне написал, или я написал, что встретимся. Вот мы встретились. А потом уже через полгода мы встретились вот уже как частью команды. То есть я снова выучила его синхрон, конечно же. Видно, да? Тут такие вы... Тут такие вы типа стесняетесь. А тут уже такая типа команда, да-да-да. Словаетесь уже больше, а тут прям уже... Да-да-да-да-да-да-да. Единство, да. Но классно. Классно. Да, это он давал классы в Дисайде, в Киеве. И тут я уже, конечно, подрослее. Тут я уже школу закончила. Но да, классно, классно. Конечно, тоже, я помню... Слушай, интенсивно было много людей, был осложненный синхрон. Ну, как-то вроде бы, мне кажется, я справилась тоже относительно. Это всегда такой челлендж, думаешь, так, справишься, не справишься. Можешь или не можешь. И вот, кстати, идеально. Просто мы так перетекаем с тобой прям перфектно. Ты чувствуешь, что я тебя хочу спросить. Все, это три фотографии. Да-да-да. По поводу мастер-классов. Вот Лиза Рябинина как педагог. Ты же даешь иногда мастер-классы? Ездишь куда-то. Как люди воспринимают твою хореографию? Как их головы, их тела как воспринимают? Справляются ли они у многих, ли получается? Ну, я сейчас стараюсь давать два разных мастер-класса на тему просто хореографии и что-то на взаимодействие. Потому что я сейчас много этого делаю. Мне кажется, это мало кто дает. И почему бы не дать ей просто это показать, что такое, да, существует, и слава богу, пусть будет. А насчет хореографии, слушай, если так всегда равняться на людей, то можно непонятно где остаться. Ну, типа, я всегда стараюсь так ставить, чтобы и мне было сложно и интересно. Пусть люди стараются. Ну, знаешь, типа, если ты идешь на мастер-класс к Филиппу, да, то он не даешь тебе простые синхроны, а дает то, что ему было сложно. Он поставил, он напрягся. Ну, кстати, а я тебе хочу сказать, вот мы были у Ларкина, у Койтона в Ужгороде на мастер-классе, и он увидел, какие люди к нему пришли, там было очень много детишек. Он дал очень такой базовый... Простенькое, да, да, да. Даже хореографию не дал, просто упражнения. Ну, да, ну... Это же разные люди, конечно. Да, да, ну, он просто увидел, что дети. Просто, ну, у Филиппа тоже были дети, но больше было как бы все-таки взрослых и танцоров, потому что это танцевальный лагерь. Тогда MyDance было мало детей, но... Но я знаю, что и Дэвид Коттл приезжал в Харьков и тоже давал, типа, легкие синхроны, буквально, типа, разработка грудной клетки. Зачем приглашать иностранного хореографа, чтобы он тебе показал, как работать плечами? Да, а потом все будут думать, что он не умеет. Ну, да, 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 это как-то, типа, странно. Но это редкий случай. Конечно, если я тоже приду на класс, как педагог, и будет сотни миллионов тысяч детей, которые, на самом деле, даже сложно успокоить, то, конечно, нет смысла давать что-то сложное. А так бывало у тебя? Ну, у меня были дети на классах, конечно, были, но как бы всегда было больше взрослых, и меня это радовало. Нет, дети тоже прекрасно, надо просто к ним готовиться, у детей должен быть свой педагог, который их успокаивает. Лиза. Да. Немножечко продолжай еще тему I'm Me, потому что, думаю, это большая часть твоей жизни. Ну, да, да. И очень многие люди именно этим интересуются, именно твои взаимодействия с командой американской. Скажи, пожалуйста, что вообще тебе понравилось, больше запомнилось в американских танцорах, именно в I'm Me, ну и вообще-то было много в Америке, что именно в американских танцорах тебе больше запомнилось, и, добавочка небольшая, что не понравилось, это очень важно. А, окей, окей, я скажу, что понравилось, потому что я сейчас начинаю это замечать в киевских танцорах, о том, что почему-то кто-то принял это мнение в Киеве, что тренировка должна идти, ну, максимум, два часа. Ну, типа, час людей есть внимание, а через час оно начинает куда-то улетучиться, они такие начинают мне навекать, типа, ну, надо передохнуть, может, мы уже закончим. И при этом они никуда дальше не спешат, они просто такое мнение, что нужно только два часа тренироваться. В то время, если даже посмотреть на Филиппа или вот в I'm Me, шесть часов это не предел, в принципе. То есть ты можешь делать перерыв, выйти, попить, перекусить, но ты должен всегда вернуться и продолжить следующие три часа тренироваться, и просто вот все, то есть нет лимита. Если, допустим, ночная тренировка, то тоже нет лимита, или дневная, кто сказал, что за два часа нужно все сделать? Ну, и это не только про I'm Me, мне кажется, это у многих американских танцоров такая тема есть. Мне тоже кажется, что тот же Киона Медрит, когда разучивает с кем-то вещи, синхрон или что-то делает, ну, это не два часа. Ну да. Это не два часа. И когда он ставит с кем-то хореографию, это тоже не час, не два, это целый день уходит на то, чтобы это сделать. И это то, что я сейчас начинаю замечать киевские танцоры, когда я работаю, я чувствую, что, типа, ну как, Лиза, уже же два часа прошло. И мы можем и три тренироваться, можем и четыре, ты никуда не спешишь, мы никуда не спешим, выйдем, попьем воды, кофе и повернемся. А что не понравилось, что не понравилось, это, ну, меня это удивило, когда я первый раз приехала, о том, что принято шутить, может, даже принято пошло шутить, странно как-то. Во время рептиций? Ну да, 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 но это тоже американская тема. А это тренировские вообще? Да, да, знаешь, это как в Симпсонах, да, там без отрыжки, есть такой фарт-джок, типа, шутки про перейдешь, да, типа, тренировка пошла мимо, если этого ничего не было. Это часть их культуры. Ну да, это часть культуры, и поэтому, когда я приехала первый раз, то, конечно, надо было привыкнуть ко всему этому мне. То есть у них нет с этим проблем, это мои личные проблемы. Ты научилась? Да, конечно, я спокойно отношусь. Слушай, нет, нет, я как бы не опускалась до такого уровня, но я воспринимаю очень просто, легко. Это так же самая странная тема с этими отрыжками, да, у нас не принято, и это тоже прекрасно, а где-то это принято, ну, это тоже окей, типа, ну, не значит, да, 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 то есть не значит, что человек плохой, если он этим занимается. Просто, просто такое общество так принято. Да, 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 надо адаптироваться. Скажи, пожалуйста, Лиза, ты же много выступала, перфомансы на сцене, на больших сценах, на маленьких сценах, везде абсолютно ты была, насколько я знаю, это так? Да, ну, был опыт. Не то чтобы часто, но опыт был, да. Вот скажи, пожалуйста, есть какая-то вот сцена, перфоманс, который больше всего в жизни тебе запомнился, максимально? Ты вспомнил наш перфоманс, все, сразу вот это. Слушай, у меня три, можно я скажу три, но коротко про все. Первое, наверное, только самое запоминающиеся, это были европейские игры, это как олимпийские игры, да, как типа европейские, в Баку, и там был гигантский стадион, знаешь, как на олимпийских играх стадионы, я не знаю, сколько там было людей, 50 тысяч или 100, ну, вот понял, большие стадионы, 60, ну, вот да, вот такое, можно даже еще больше, это было в Баку, в Азербайджане, и мы готовились, чтобы выступить, вот мы выходили выступить, выступать, и было очень волнительно, все волновались, но когда мы вышли, я поняла, что публика мертва, просто 50-60 тысяч, нет, ну, не то чтобы они, они реагировали, просто когда ты выходишь на большой стадион, и так много людей, но все светится, и ты не видишь лиц, ты не понимаешь лиц, ну, да, они себе просто сидят, смотрят, и ты просто перед ними танцуешь, это тоже меня так удивило, потому что я волновалась, но когда вышла на сцену, мне было так, а, окей, я типа просто, просто постараюсь не залажать синхронно, я сделаю свое дело хорошо, и просто уйду, но меня это удивило, ну, это меня запомнилось, потому что был интересный опыт подготовки к такому большому количеству людей, да, и просто, что ты выходишь, и они там где-то далеко, ты не видишь лица, только телефоны светятся, пытаешься присмотреться, они затенены, и такое сразу же, класс, а второе, второй, наверное, я скажу, это мегаполис, Apache Crew, это когда мы первый раз танцевали вместе спектакль, это тоже, это было перед США, и, конечно, очень жестко было, ну, то есть, это то, что так объединило с Apache Crew, с людьми, все стали как будто родственники друг другу, ну, то есть, это было, это было очень, это было прекрасно, на самом деле, это было прекрасно, но это было давно, мне было тогда 19, 4 года назад, 4 года назад было, ну, да, я это запомнилась, и третье, все коротко, коротко, третье, это когда мы были с вами, Микрю, выступали на телешоу, и в конце парень с нашей командой решил сделать предложение своей девушке во время телешоу, да, и он сделал, и я, блин, так расплакалась, мы все плакали от счастья, потому что она родила от него ребенка, и вот он и решил сделать предложение, и да, я тоже объединилась с этими, то есть, в мегаполисе объединилась с Апачи, вот это выступление, когда он сделал предложение, я объединилась с Айми Крю, и это они, ну, какое-то такое единение, когда ты просто чужие люди, но потом понимаешь, что все, на самом деле, близкие, 3, да, вот такие 3, билочка, перерывочка. Окей, Лиз, тогда сейчас очень быстренько пробегаемся по чуть-чуть со всем вопросом от людей, которые прислали, знали, что мы будем с тобой общаться, класс, они прислали пару вопросов, поэтому я с себя ответственность убираю, снимаю, да, это, окей, да, 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 итак, как Лиза попала в Айми, окей, да, я ответила, удача, это все удача, есть, дальше, что ты посоветуешь украинским танцорам? Слушайте, меньше, меньше смотреть на Америку, это все равно позвучит, меньше смотреть на Америку, потому что они лажают, в общем, они очень жестко лажают, и у нас есть такая тема, постараться подровняться под американский уровень, который сейчас в данный момент падает вниз, как по мне, потому что если посмотреть даже танцы или вообще индустрия, то кей-пап сейчас жестко врывается, во Франции есть жесткие исполнители, которые берут совершенно невероятной индивидуальностью, танцоры все там харизматичные, а мы все хотим быть похожи на Джасина Тимберлэйка в начале 2000-х, даже Тимберлэйк не похож на себя в начале 2000-х, он уже эволюционировал в свою какую-то тему, а вот это мы все хотим подняться на уровень Бритни Спирс и Бейонсе, и кажется, надо искать себя, как нашли французы себя и как нашли корейцы себя, свой стиль, свою направленность, и это круто, а мы все вот это идем, хотим все собирать олимпийские, чтобы у нас было все как в Америке, зачем он, французы не собирают олимпийские, они делают свои маленькие залы, но врываются в них совершенно странными вещами, и это интересно, поэтому, как бы советовать танцорам, да? Да, украинцы. Да, вот меньше думать об этом, больше искать себя. Я так понял тебя очень, запала в душу в Франции, да? Тебе там понравилось? Слушай, да, меня всегда злил Париж, невероятно злил Париж, пять раз была, пять раз была сплошнейшая мука, но просто из-за того, что у меня появились какие-то знакомые, там я пообщалась с людьми, я поняла, что походу люди нормально, а город говно, ну типа и все, потому что город уже снейший, вот это, все, я не буду больше злиться, Киев намного лучше Парижа, ты одна так говоришь, кстати, очень много минусов, конечно, если ты тусуешься возле Лувра, даже возле Лувра, Лувра хамняна бывает, ну типа, город большой, надо смотреть весь город, а не только, да, и то Турфель тоже не сильно интересно, вот, и все, боже, я не представляю, как это идеально, просто наш разговор переходит с одного вопроса, в другой, да, да, в очередной раз, опять, класс, о путешествиях, самая запоминающаяся история из трипов, из путешествий, я скажу, это странно, но не странно, это очевидно, поездка в США, просто потому, что, мне кажется, надо всем людям, когда бы раз в жизни там побывать, чтобы разрушить все люди, которые у вас есть по поводу этой страны, а у нас их и у вас их очень много, мы выросли все на американском кино, и мы привыкли, что там так, так, такие машины, такие люди, надо приехать один раз, увидеть бомжей, наркоманов, наркотики, проблемы со здоровьем у людей, послушать о том, как они не могут попасть к врачу, пообщаться с людьми, понять, что, закончив школу, у них уровень образования находится на таком, низком уровне, на таком низком уровне, что я бы никогда в жизни ребенка бы не отправила, в американскую школу, хоть бесплатно я бы не отправила, и надо приехать, разрушить все иллюзии, и жить спокойной, полноценной жизнью после этой поездки, и я рада, что это произошло со мной, и я рада, что моя семья тоже побывала в США, и все такие, окей, а, какая была странная история в путешествиях, да, в общем, я приехала первый раз в США, и потеряла все свои паспорта, и все, это, все, их было три, их было три, это было национальный, у меня было два заграна, и, конечно же, я их потеряла, потом я нашла один, а просто из-за того, что мы были, мы были на телешоу, и были много переездов, и вот эти тренировки долгие, в общем, я, все теряли что-то, все теряли вещи, забывали, ты не спишь по ночам, ты тренируешься, и вот в какой-то момент, и у меня была папка, конечно, как мама, она же типа, Лиза, все важные вещи, типа, в папочке, вот здесь сбоку, она тут закрывается, ничего не нужно выпасть, да, страховочка, да, чтобы потерять, конечно же, эту всю папку, и найти спустя три недели, потерял, но потом его тоже нашел, в общем, это обычная тема, и я уже, я нашла один, а потом нашла папку с еще двумя паспортами, и все обошлось, но просто была такая ситуация, когда я уже позвонила маме, и говорю, мам, все, нет паспортов, и она говорит, ну, едь типа в Чикаго, там украинское посольство, иди в полицию, решаю, типа, вопросы, должна выехать со стороны, я должна была выехать, у меня был билет обратный, но да, все обошлось, я их нашла, ты все-таки здесь, опасная вещь, опасная вещь, а вот, но я знаю, что ты ответишь, конечно, и, наверное, уже все понимают, что ты ответишь, но мой долг, нужно обязательно это прочитать, что правильнее для танцора, фокусироваться на одном стиле, или заниматься многими стилями? Нет правильного ответа, я думаю, совершенно нет, есть Мария Козлова, которая танцует, в принципе, все, что хочет, есть Марина Кущева, которая танцует, все, что хочет, а есть Артем Горобец, который танцует, одно вещь, и там, и там все очень успешно, это просто понимает, что тебе интересно, сами ли танцы, вообще, советы в танцах, это какая-то глупость, мне кажется, ну, типа, нет рамок, ты не можешь говорить человеку, что надо, что не надо, или вот есть танцоры, где ты говоришь, надо знать базу, я не знаю базы, я нормально живу себе в этой жизни, ничто меня не смущает, если к мне подойдет, кто-то скажет, ты не знаешь базы, окей, окей, а есть, наоборот, люди, которые только там, только это, я не по таким делам, все очень демократичное, на самом деле, это всего лишь танцы, и никто даже вас не заставляет танцевать, хотите сегодня танцуйте, хотите завтра не танцуйте, все прекрасно, вообще, зацикливаться на одной вещи скучно, я готова поспорить, что может через год, через два, я буду заниматься другими вещами, и не буду танцевать, и буду думать, слава богу, если это будет для меня правильно, мне будет все равно, что будут мои знакомые, говорят, как, Лиза, ты не танцуешь, это моя жизнь, если я не хочу танцевать, а хочу заняться чем-то другим, хочу копать огороды, садить огурцы и помидоры, возможно, в этом есть моя любовь, мое предназначение, то есть, я не хочу этих рамок, танцы это жизнь, это бред какой-то, танцы не жизнь, жизнь намного больше, интереснее, многограннее, чем просто какие-то там танцы, как по мне, ну, это, не хочу, чтобы были рамки, просто делай, что вот хочешь, интуиция, есть свое сердце, своя жизнь, знаешь, как YOLO, помнишь, была фраза YOLO, you live only once, живешь только один раз, поэтому, слушайте еще читок, советы на тему, учите базу, одного стиля, а когда вы разберетесь с ней, идите ко второму стилю, к третьему, ну, это какой-то детский сад, мне кажется, мы говорили постоянно об I'm Me, crew, но здесь есть еще вопрос, Лиза, как ты попала в Apache crew, и как ты познакомилась с толиком с ачиткой, как я попала, слушай, и походу в Apache crew есть два самых старых участника, самых старых, самых первых участников, это Лады Косинец точно, и возможно где-то там я нахожусь, которая до сих пор как бы часть команды, как я туда попала, он просто, когда-то я снялась у него видео, у Толика хореографии, а потом он просто делал шоу на TN2HC, он просто сказал, не хочешь типа принять участие, как приглашенный гость, я по чекрю, он такой, окей, почему бы нет, типа первый раз я была на телешоу тогда, я тогда в школе еще училась, класс, почему бы нет, весело, пусть одноклассники посмотрят, чем я занимаюсь в субботу вечером, и вот так, а потом дальше была подготовка к ЛКС, и все, и мне кажется, как-то был диалог Апачи, я была в нем, и вот так, наверное, как-то я и попала, то есть я не могу сказать, что у меня было приглашение какое-то, просто ты ходишь на тренировки, ты в Апачи, наверное. У тебя было какое-то представление о Толике Сачивка, как он человек, что ты знаешь, ты потом с ним лично встретилась и разрушилась, все вот так вот. Просто знаешь, что я никогда не смотрела на TN2HC, я знала, что он там что-то принимал, участие, так, посредственно, да, но я никогда не смотрела, и я никогда не знала, чем он занимается. У меня есть знакомые, которые говорят, что вы видели Толика, когда он вообще был нацветить, я не смотрел, я не знаю, я просто знала, что это какой-то парень с татуировками, и которая, типа, прикольно одевается, и когда он мне написал, думаю, какие-то идеальные комбинейшн, типа, почему мне сказать, да, типа, да, мне было, не то, чтобы все равно, я была молодая, у меня есть какое-то предложение, что-то сделать интересное, и не согласиться на это. Я сейчас тебе буду включать видео, да, 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 и не показывать его, просто здесь будет звук, ты будешь слышать звук, тебе нужно вспомнить, это видео твоих хореографий с кем-то, либо ты сама, тебе нужно вспомнить, что это за видео, с кем ты его... Да, я многое помню, да, ну, давай, это очень просто, да, я все сохраняю. Готово? Да. Первое видео. Это с Катей Лузан. С Катей Лузан. Что там? Слушай, там вот такой комбуде, мы идем прямо, а потом идем, хореография делаем, реверс назад, все движения, но типа, без постпродакшна, а физически назад, делаем все, обратно. Да, это оно с Катей там? Да, 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 это оно, но если ты посмотришь, может, ты видел, типа, мы идем прямо, сейчас, мы идем прямо, а потом делаем реверс, но с двойной скоростью назад. Серьезно? Да, мы напряглись тогда очень жестко. Окей, хорошо, есть, это... Да, 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 это одно из моих самых любимых видео. Ну, потому что концептуально сложно все было. Классно. Ну, типа, мы напряглись. Next. А, ну, это с Патриком. Ну, знаешь, блин, слушай, потому что я выбираю эту музыку. Ну, знаешь, сколько раз я монтирую, видите, сколько раз я его смотрю? Знаешь, мне надо снится что-то. Да, я всегда монтирую сама, и я миллион раз просматриваю видео, и я... Поэтому я знаю. ну, давай, ставим ТОД-рекорд, чем быстрее, тем лучше. Да, да, да. Следующее видео. А, это с Марией, да, смотри, смотри, да, да, обожаю, I have a higher, oh my God. Вы танцуете, да? Да, хореографию танцуем. Если не знали, я тоже ставлю хореографию, вот там есть хореография, можно посмотреть. Есть, идем, следующий. Ой, я забыла. А, стоп, это фишка штрафа штрафа. Я думал, ты забыла. Я почти забыла, почти забыла, да. Как тебе кажется? Было давно, давно было, слушай. Было холодно, пожалуйста. Да, было холодно, было сложно, и Дима все время шутил в шутке. Я помню, Лиза у меня ассоциируется, знаете, с чем? С видео Ярика Николаева. Мы когда-то в зале красном снимали в Мэйвее. Много было некий, товарища. Да, 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 да. Я помню вот этот единственный момент, когда Ярик такой, ну, тут, и, короче, ааа, что-то пошутил. И Лиза, Ярик, давай работать, пожалуйста. Да, 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 я терпеть не могу в шутке. Я тогда подумал, боже, как круто, когда человек прям работать хочет, а не приходится с нее. А, да, я не люблю, когда шутят шутки. Меня это начинает сбивать, я начинаю расслабляться, и у меня тело перестает танцевать. Типа надо серьезнее. Ну, я не против позитива. Ну, типа, когда откровенно кто-то шутит шутки, и начинается стендап, типа, комедия, и надо только камеру поставить, и мне такое, типа, странно. Я не понимаю. Идем дальше. Вспоминаем. I'm great, да, это Филиппа. Это что? Это Филиппа, да, Филиппа. Да, слушай, класс. Я тогда познакомилась с Тимом Миллиграмом, который снимал, я не знаю, многие об этом не знают, он с Одессы. С Одессы? Он с Одессы, и его зовут Тимур, походу. Тимур Миллиграм, его родители эмигрировали, когда ему было 8-9 лет, и он говорит на русском языке. И он когда эмиграет, ага, о, я, I'm actually from Odessa, и он такая, да, да. Что? Типа думаю, ого. Ну, он, да, в своих кругах он, да, популярный. Ну, среди танцоров его многие знают. Ну, то, что он одессит. Да, это, конечно, поворот. Окей, давай дальше. А, это с Филиппом, да, наверное. Где? С Филиппом в, там, Джимми, хотел сказать, в фитнес-зале. Класс. В фитнес-зале. Слушай, это был Баку. Это было Баку. Это когда европейские игры, это тоже было в Баку, когда много людей, да, он там тоже был. Вы просто, как это произошло? Просто решили, пойдем снимем в зале видео потанцировать? Да, ну, мы каждый день тренировались, потому что мы должны были поехать в США и тренироваться с командой на вот телешоу, и мы каждый день ставили комбинации. То есть мы тренировались, вот, выходит каждое утро до вечера, до шести, у нас была тренировка на шоу, а после шоу у меня была с Филиппом тренировка до часа, до двух, и так, типа, было две недели. А сколько же ты просыпалась там? Слушай, ну, у нас была тренировка первая на 12, но просто за то, что ты ложишься спать к трем, к двум, а на завтрак до девяти, завтрак до девяти, тогда, блин, сбивала, да. А если там был такой хороший завтрак? Блин, ты так... Блин, я не могла пропустить его просто. Это был в хорошем отеле, хороший буфет, гигантский, со всей едой. Конечно же, я ходила на завтраки. Окей, давай в эту тему не заходи. Потому что у нас еще пару видео есть. Идем в следующее. А, ты с Владом, да, Костыриным? Да. Как идея этого видео вообще? Слушай, весело было, весело. Тогда еще не было в США. И мне кажется, может, даже вот это видео и скидывало Филиппу тоже может. Одно из, которое я ему скинула. Я помню, там сверху этот кадр. Да-да-да, весело было. Слушай, весело. Как вы сняли этот кадр сверху, если что-то задумался? Слушай, Антон Попов, тогда был оператором моего, он просто поставил... Как на лестнице? Лестницу. Лестницу, и он просто выдвинул штатив. Стремянка, стремянка. Спасибо, голос. Откуда, да-да-да. Класс. Окей, идем дальше. Да, это с Марией Козловой и Дариной Мальцевой, да-да. Я думал, это будет со звездочкой. Это очень старое видео. Со звездочкой? Типа усложненно. А, да? Не, ну, слушай, я же... У тебя хорошая память, да? Да, ну, знаешь, сколько раз я эти треки слушала? Окей, идем дальше. Будет ли... Да-да-да-да-да. Класс, класс. Ну, это Марина Кощева, да. А то видео, которое в феврале было снято. А, вот это оно. Вот это оно в феврале было снято, оно просто ждало своего момента. И я в нем сомневалась миллион раз, а потом думаю, окей, я его заброшу и быть что будет со мной в этой жизни. Класс. Есть еще финальных два. Да-да-да. Поехали. А, да, слушай, да. Со скольки нот, знаешь? Да, конечно, конечно. Ну, это с Марией Моисеевой. А, с Дариной Мальцевой. Есть? Да-да, мне нравилось это видео. Там так много улыбаешь, как никогда в жизни просто. Это такая светлая пара. Да, это единственное видео, в которое, знаешь, когда люди пишут там «О, Лиззи, you have to smile more», и я им отправляю это видео. А, типа, я уже улыбалась очень много в этой жизни. Тебе так пишут? А, не-не-не, не пишут, но иногда люди могут сказать типа «О, you're so serious». Смотрите, у меня есть видео, где я все время улыбаюсь. И финал. Самое страшное. Да, это хорошее видео. Мне нравится-не нравится это видео. Мне нравится это видео с Александром Путиловым, Юрием Броварным. Почему тогда? Расскажи, зачем ты нас пригласила? Слушай, я просто... На самом деле, я всегда так сомневаюсь в твоих танцах, что мне всегда было проще вот еще с начала времен, чтобы со мной всегда кто-то был рядом. Точно, мне казалось, что если буду танцевать одна, это будет скучно и плохо. И я всегда старалась, я всегда старалась, типа, чтобы рядом с тобой были еще какие-то люди, типа, для большей энергии в кадре. Да, поддержечка. Да, да, да. Ну, и просто такая хореография поставлена, на которой мне показалось так, типа, Саша может понравиться. Типа, думаю, там, Юрия может понравиться. Типа, похожая стилистика, думаю, типа, им зайдет, думаю, класс, все сделаю. Очень круто. Окей, я скажу одну на пустыню, которая мне нравится. Это никогда не спрашивать советы. Ни у кого, ни у своих педагогов, ни у своих друзей, ни у своих родителей. Вы знаете, что вам лучше, мне так кажется. Еще есть такая тема, просто когда ты спрашиваешь у кого-то совет, да, человек дает тебе совет, но снова есть на том, что беспокоит его. Вот я заметила за собой, когда кто-то меня спрашивает советы, я даю на самом деле советы не человеку, я даю советы, которые я даю сама себе. То есть, я могу, допустим, сказать, вот, тебе не хватает работы ног, но на самом деле мне не хватает работы, знаешь, типа, такие вещи. Поэтому все советы, они направлены на себя самого, поэтому нет смысла слушать чужие, типа, чужие советы, и мне это нравилось. Мне это так нравилось, да. Вот, да, не спрашивайте советы, все нормально. Вы молодцы. Если вы делаете, значит, супер. А то, как уже вы делаете, об этом скажет время. Время будет лучшим судьей для вас, поэтому... Окей, Лизка, спасибо тебе. Спасибо тебе, Саша. Мне понравилось, да, да, да. Я тоже рада, налегке все сделали, решили, порешали все мировые дела. Пошли. Да, класс. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok